Меня зовут Калина Ченцова, я флорист. Наверное, это как раз мой посыл в космос был. Я всегда хотела, чтобы моя работа была связана с путешествиями. Вот эта работа, собственно, дала мне эту возможность. Мне кажется, флористика — это собирательный образ всех стилистик, всех эпох, которые были. Это хорошо забытое старое, которое по-новому как-то прочитано. И это всегда круче работает, чем какая-то точная по трендам картинка. Для меня, безусловно, флористика — только искусство. И я всегда из-за того, что тяготела как-то к творчеству, не раскрыла свой потенциал в рисовании, в большивей одежде. Но вот нашла себя в этом. И для меня каждая композиция и каждый мой проект — это как некая картина, которую я пишу. И что мне нравится, что я практически сиюсекундно вижу результат. К сожалению, ни одно другое творчество не давало мне результата здесь и сейчас. Хочется, чтобы к цветам как-то относились более трепетно, что ли. Наверное, я отчасти из-за этого еще выбрала работу с каким-то таким природным материалом, потому что я как будто подпитываюсь от цветов, от растений энергетикой, таким заземлением каким-то. И славливаю, да, медитативную нотку. Поначалу, мне кажется, больше ты к каждому цветочку относишься как к чему-то особенному. И, конечно, тяжело понимать, что это сиюсекундно, и потом это выкидывается. Я нашла, наверное, в моменте какой-то кайф и стараюсь не думать о посредствиях каких-то дальнейших. Я стараюсь как бы вокруг себя какой-то комьюнити построить флористическое и контактировать с людьми из разных стран. И мне очень приятно, когда мне отвечают какие-то прикольные чуваки, которые реально делают такие важные вещи в своих каких-то городах, странах. Всегда ты сидишь дома, и кажется тебе, что ты в своем болоте застрял, и у тебя все плохо, или ты недостаточно развиваешься, или что-нибудь в таком духе. А когда ты вот 20 минут даже поболтал, и тебе сказали, что ой, да у меня то же самое, я вообще в депрессии сижу, а вот у вас в Москве-то хоть какие-то проекты есть, а у нас вообще проектов нет, у нас там все букеты. Становится как-то полегче, и ты понимаешь, что в принципе у всех все одинаково. Мне бы хотелось, чтобы у моей работы остались не только какие-то снимки, но и какое-то историческое отметина, которые будут возвращаться потомки условно. Ну, то есть я люблю пересматривать старые фэшн-шоу, и находить в них какие-то прикольчики, и как-то по-новому это переосмысливать сейчас. И мне бы хотелось, чтобы, не знаю, я лет через 20 зашла посмотреть, не знаю, показ какого-нибудь бренда, и подумать, о, да, я там работала, было классно. И что это сохранилось. Ну, может быть, это тщеславно звучит, но мне кажется, что я стремлюсь к тому, чтобы моя работа была не просто вот сейчас красивой, а все-таки оставляла какой-то след после себя. Субтитры создавал DimaTorzok